Ежегодно весь славянский мир 24 мая отмечает День славянской культуры и письменности. В России его стали официально отмечать с 1992 года. Тогда на Славянской площади в Москве открыли памятник к святым Кириллу и Мефодию. У подножия памятника горит неугасимая лампада – знак вечной памяти. Библиограф Центральной городской библиотеки Миломоносова проведет для вас, введя презентацию обзор ресурсов по теме День славянской культуры и письменности. Великие просветители христианские, святые Кирилл и Мефодий. Кто такие Кирилл и Мефодий? В какой исторический период они жили? И чем современный мир обязан братьям-просветителям? На эти вопросы ответят книги и статьи этого обзора. В книге Владимира Валентиновича Портунатова «Российская история в лицах», изданной в издательстве Питера в 2009 году, раздел Кирилла Кириллица является частью главы «Творцы русской культуры» страницы 45-47. Автор кратко рассказывает о монахах-просветителях. Кирилл и Мефодий были детьми довольно состоятельной семьи. Их отец занимал высокую военную должность. Он был сотником. Ближинство ученых по этнической принадлежности считают братьев греками, а в славянских странах, например, в России, их предпочитают считать славянами. Константин стал Кириллом к прикрещению. Кода жизни 827-869. С младенчества обнаруживал необычайное дарование. Он еще не достигнув пяти лет, обучаясь в Солунской школе, был в состоянии читать сложнейшие писания из отцов церкви. Легория Богослова, например. Слух о даровитости мальчика достиг Константинополя. И его взяли, когда вору императора, товарищем по обучению сына Михаила Третьего. Под руководством лучших наставников, в том числе Фотия, будущего знаменитого патриарха, Константин изучил античную литературу, философию, риторику, многие науки. Он прекрасно знал славянские языки, а также греческий, латынь, еврейский и арабский. Он был слаб в здоровье. И проникнув религиозным энтузиазмом и любовью к науке, рано принял духовный сан и стал священником, а также библиотекарем патриарха. Его старший брат Кирилл Мефодий, восьмой по счету в семье, состоял на военной службе и был правителем некого славянского княжества, находившегося или в Фессалии, или в той части Македонии, которая называлась Славинией. Мефодий постригся в монашество и некоторое время находился вместе с братом Кириллом на горе Алим. В 858 году Кирилл получил новое поручение императора Михаила III идти вместе с Мефодием к хазарам-язычникам, просившим прислать к ним ученых-мужей. Путь к хазарам лежал через Скорсунь, где миссионеры остановились на время для изучения еврейского языка и открыли мощи святого Крементия Римского, большую часть которой взяли с собой. Каган Хазарский принял дружелюбно, сам не крестился, но позволил креститься всякому, кто захочет. Каган грозил смертной казнью тем грекам, которые стали бы общаться в магометанство и иудейство. В тот период пробить Кирилла и Мефодия коснулась славян, живших на казарской территории. В Корсуне, как повествует житие Кирилла, он познакомился с одним русином и нашел Евангелие и псортирь на русском языке, писанное русскими письменами. По возвращению в Константинополь Кирилл возобновил свои научные занятия, а Мефодий принял игуменство в монастыре. Около 861 года последовало крещение болгарского царя Бориса, а потом и всей Болгарии. А с 862 года начинается главное дело всей жизни святых братьев. По просьбе моравского князя Ростислава они были посланы в Моравию для наставления населения в истинных верах на его собственном славянском языке. До этого богослужения шли на латыни, и люди оставались полупросвещенными. Что сказал при отправке в Моравию князь Ростислав? «Знаю, что ты слаб и болен, но кроме тебя некому исполнить то, о чем просят. Вы солуняне, а все солуняне чисто говорят по-славянски. Слаб я и болен, но рад и тебе, пеший босс, готов за христианскую веру умреть, — отвечал Кирилл. «Имеют ли славяне азбуку?» — спросил он. «Учить без азбуки и без книг все равно, что писать беседу на воде». Считается, что перед отъездом в Моравию Кирилл создал славянскую азбуку и вместе с Мефодием перевел на славянский язык несколько богослужебных книг. Книга «Сказания о начале славянской письменности», изданная в 1981 году в московском издательстве «Наука», первое прокомментированное издание на русском языке ценнейших древнеславянских произведений. Это научное издание Института славяноведения и балканистики. В ней, в этой книге, опубликовано жизнеописание создателей славянской письменности. «Сказание членориста храбро о письменах». В комментариях дается характеристика исторических событий того времени. Приводятся сведения о создателях древнеславянской письменности Константине и Мефодии. Дается толкование многих терминов, слов, выражений. «Сказание храбро» известно в 73 списках XIV-XVIII веков. В основу перевода, публикуемого в этой книге отрывка, положен текст этих списков. Прочитаю небольшой отрывок из сказания членористца храбро о письменах. «Ведь прежде славяне, когда были язычниками, не имели письмен, но читали и гадали с помощью черт и резов. Когда же крестились, то пытались записывать славянскую речь римскими и греческими письменами, беспорядка. Но как можно хорошо написать греческими буквами «Бог» или «Живот» или «Соло» или другие подобные эти слова и так многие годы? А потом Бог, человеколюбец, который правит всем и не оставляет и человеческого рода без знания, но всех приводит к познанию и спасению, помиловал род славянский и послал им славного Константина-философа, названного в острижении Кириллом, мужа праведного и истинного. И создал он для них 30 писем и 8. Один по образцу греческий письмен, а другие в соответствии со славянской речью. Следующий отрывок. Другие же говорят, зачем создал 38 письмен. Можно и меньшим числом писать, как греки 24 буквами пишут. Они знают точно, сколькими знаками пишут греки. Есть ведь у них 24 буквы, но письмо их не полно с этими буквами. И добавили 11 двоегласных. И цифры 3, 6, 90 и 900. И собирается их всех 30 и 8. Подобно тому и по тому образцу создал святой Кирилл 30 письмен и 8. И еще. Ведь если спросишь книжников греческих, говоря, кто создал вам письмена или книги перевел, и в какое время, то мало кто среди них это знает. Если же спросишь славянских книжников, кто вам письмена создал или книги перевел, то все знают и отвечая, говорят, святой Константин философ, названный Кириллом. Он и письмена создал, и книги перевел, и Мефодий, брат его. Ведь еще живы те, кто их видели. И если спросишь, в какое время, то знают и скажут, что во времена Михаила, Цезаря Греческого, и Бориса, князя Болгарского, и Ростислава, князя Моравского, и Кацела, князя Блатенского. В лето же от создания мира такое. Есть же и другие ответы, как скажем в ином месте. А ныне нет времени. Такое знание, братья, дал Бог славянам. А ему слава и честь, и власть ныне, и в Рисна, и во веки веков. Аминь. Это отрывок из сказания чернолиста Храбро о письменах. О судьбе просветителей пишет публицист Валерий Шамбаров в майском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Это приложение к газете «Культура» за 2017 год. В 1867 году, когда византийский император Михаил III был свергнут, а патриарх Фотий не изложен и даже отлучен от церкви, к власти пришел Василий Македонянин. Он восстановил отношения с Римом, и братья решили, что нет ничего важнее, чем спасение начатого дела, и отправились к папе Адриану II. Тот благословил просветителей их труд. Но Кирилл заболел и в Риме умер. Мефодий тоже сдержался там. В то время к Моравии к власти пришли немцы, и Мефодия три года мучили в тюрьме. А Моравия тем временем восстала, прогнала немцев, и тогда просветитель вновь приступил к службе, к созданию славянской церкви. В 870 году он стал епископом, и был на этой должности 15 лет. Умер он в 885 году, и после его смерти славянская церковь подверглась разгрому. Моравий тогда правил буйный, необузданный, сохранивший языческие привычки, святополк. Последователи учения, славянских просветителей, убивали, жестоко истязали, продавали в рабство. Последователи просветителей, оставшиеся в живых, отправились в Болгарию. Цель у них была одна – сохранить славянское богослужение, богослужение на славянском языке. Болгарский царь Борис принял их с распростертыми объятиями. Он желал организовать у себя не греческую, не латинскую, а свою национальную церковь. Славянская церковь утвердилась и стала развиваться. Распространялась славянская литература, обучались славянские священники. Из Болгарии они понесли учения на славянском языке в Сербию, Хорватию и на Русь. Также Балерий Шамбаров пишет о значении славянского учения и значении кириллицы для славянских племен. Она оказалась настолько удобной, что ею начали пользоваться времена раньше, чем к ним приходило христианство. Археологи находили грамоты языческого содержания, написанные кириллицей. Известно и то, что в Западной Европе еще несколько веков даже короли и герцоги оставались неграмотными, а на Руси, обмеливаясь между собой записками воины, купцы, слуги, дети, женщины из простонародья. Сапожники подписывали свои колодки. Впрочем, кириллица проявила себя не только как великобретное средство распространения информации. Она каким-то неуловимым образом могла нащупать славянскую душу, была близкой для нее и родной, помогала сохранять и передавать от покорения к покорению духовные и культурные ценности. И стала естественным фундаментом, на котором постепенно выросло грандиозное здание отечественной культуры, науки и государственности. Если мы говорим о славянской письменности, то следует сказать и о глаголице, предшествующей кириллической азбуке. Интересны в этом плане исследования Ольги Федоровны Дубовской. Она языковед, член-коэспондент Петровской Академии наук и искусств, в своей книге «Глаголита. Букварь», изданной в Санкт-Петербурге в 2017 году, доказывает, что славянский мир имел письменность в древние времена до Киевицы. У славянских народов употребление было глаголита. Книга подарена автором нашей библиотеке в ноябре 2015 года. Предоставив читателям ряд исторических документов, подтверждающих, что у Русича есть свои племена, Ольга Дубовская делает выводы. Ареал славянской письменности охватывал территорию государств, расположенных как на Средиземноморском побережье, так и на Черноморском, как в Западной Европе, так и в Восточной. Литературные памятники, датируемые VI веком до н.э., говорят о седой древности славянской письменности. В славянской грамоте обучались греческие императоры, их учителя были русичи. Она пишет, славянская письменность использовалась для написания международных договоров, посыльных грамот, для надписей на могильных столбах и завещаний. Итак, письменность у древних славян была основным элементом их культуры. Монахи Кирилл и Мефодий не имеют никакого отношения к ее созданию. Еще раз напомним, что Ольга Дубовская пишет, что термин славянская или славенское письмо было заменено на термин кириллица в конце XVIII, середине XIX веков. Книга хороша тем, что в ней представлены таблицы соответствия глаголических букв с числом и славянской буквой. Таблица соответствия каждой глаголической буквы славянского божества и славянской букве. О глаголице Ольга Дубовская продолжает рассказывать в книге для дошкольников и младших школьников глаголическая азбука «Азбуки ведаю» в московском издании Силадо 2015 года. Это тоже дар нашей библиотеки. Научно-популярное издание для детей, а также для родителей посвящено глаголической азбуке, распространенной у славянских народов. Книга рассказывает об удивительных буквах-образах, которыми пользовались древние славяне для письменной фиксации своих знаний об окружающем мире. Научно-популярное издание «Азбуки ведаю» опирается на старославянский словарь, созданный по рукописям X-XI веков, который был издан Институтом славяноведения и балканистики Российской Академии наук и Славянским Институтом Академии наук Чешской Республики. В книге использованы картины русских художников XIX-XX веков. В предисловии для родителей Ольга Дубовская трактует перевод глаголиты как глагол слово, речь, молва, элит, камень и вместе можно перевести как говорящие каменные буквы. Каждый разворот книги – это мир одной буквы с рассказом о славянских языческих богах и с репродукциями картин русских художников. Книга красочная с крупным шрифтом хорошо оформлена на мелубанной бумаге и детям и взрослым её приятно читать. В ней есть задания. Например, найти букву в тексте написанном глаголицей или найти такую букву, которая на страничке в названии твоего города. кириллическая письменности посвящена глава учебника для студентов вузов культурология и истории мировой культуры московского издательства ЮНИТИ 2006 года. Статья так и называется, вернее, глава из книги «Письменность древних славян». В ней говорится, что ряд современных лингвистов считают Кирилл и Мефодия не создателями, а лишь реформаторами уже существующей азбуки, основанной на греческом алфавите и использовавшейся при записи Вересовой книги. Имеются свидетельства, что древние славяне использовали узелковую письменность, знаки ее не записывались, а передавались с помощью узелков, завязанных на нитях, смотанных в клубок. Память о древнем узелковом письме осталась в языке и в фольклоре. До сих пор мы говорим завязать узелок на память или нити повествования. В сказках Иван-Царевич прежде чем отправиться в путешествие получает клубок от Бабы-Яги. Разматывая клубок, он таким образом читал узелковую запись и узнавал, как добраться до места. Следы узелкового письма можно найти на стенах храмов эпохи Двоеверия, когда христиане украшали стены не только ликами святых, но и орнаментальными узорами. То, что черноризец храбр называл чертами и ризами, это тоже прообраз пиктографического рисунчатого письма. Примером тому служат солярные знаки, которые сохранились в памяти и в украшении традиционного народного костюма используются в орнаментальном вязании или вышивке. Узелковое письмо было очень сложным. Вероятно, им владели не только избранные, например, жрецы. Оно не могло соперничать с более простой системой письма, основанной кириллицей, и постепенно была кириллицей вытеснена. В помощь педагогам и библиотекарям предлагаем журнал «Праздник в школе» номер 10 за 2013 год. Он имеет название «Жизнь как факел. Личность в истории». На страницах 5771 опубликован сценарий постановки для школьников «Как появилась азбука». Авторы Резник и Пилипчик. Действующие лица «Библиотекарь», автор словаря Владимир Иванович Даль, первопечатник Иван Федоров, летописец Нестор, Кирилл, Мефодий, школьник Петя и словарь. В каждом из пяти действий Петя встречается с историческими персонажами, беседует с ними и вместе со школьником дети узнают о великих словесниках прошлого. В этом же номере журнала опубликован другой сценарий по этой же теме «Их сказания вечные», подготовила Есевич. В сценарии только два действующих лица – учитель и ученица. Они ведут свои монологи о жизни славянских просветителей Кирилла и Мефодия по хронологическому принципу, включая основные вехи их деятельности. На этом наш обзор заканчивается. Все названные сегодня источники есть в библиотеке и доступны для читателей. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok